Все, дверь закрыта. Друзья, всем привет. Это очередной подкаст о студосени, о студвесне. И сегодня у нас в гостях, ну, что тут скрывать, легенда. Закулисная легенда. Все должны знать, а кто не знает, тот заходит в гугл и узнает побольше. Сережа, как дела? Великолепно. Вроде бы осень, а в душе весна. Ну, я, короче, концерт Фебы был вчера. Кривить душой не буду, я на нем не был, но мы сегодня его с тобой обсудим. И захожу на днях в фейсбуке в группу студвесна, Рутюнян сделал пошту, вот, все, началась студосень, ура, классно. И один комментарий меня порвал прямо очень жестко. Написано, пять команд, и написано, экономы так близко к тройке еще никогда не были. Да, это история. Ну, я хотел бы, прежде чем, извиняюсь, прежде чем как Феба немножко обсудить, это немножко по визиточке пройтись. Окей, без пытания. Да, было, потому что по визитке буду немножко краток. Команды, которые раскрыли суть, это было две команды, на мой взгляд, суть визитки, как она должна быть. Это ФК КПИ, он же АВТ, он же КИКИТ, да. И Феба. То есть у ИКИТа мне понравилось то, что они представили, что будет на концерте, на какие номера, чтобы был интерес пойти. А Феба показала, приходите 4 ноября, приходите 4 ноября, то есть вы увидите. То есть это было приглашение, как у ФК КПИ, это было, что вот у нас будет такой номер, чик, оборвали, все, приходите, увидите. У Феба это было, что вот приходите 4 ноября, все увидите. Визитка, ну вот у них вот визитка, как она визитка, она должна быть, то есть вот прекрасно. Ага, тогда такой вопрос. Ты когда смотрел, когда оценивал, ты делал скидку на то, что вот два месяца, два месяца, два года ничего не происходило? Обязательно. Я как бы в жюри «Студвестный» первый раз, но многие знают, что я 15-16, не, 15 лет, наверное, вот бы разнали, паровский фестиваль, там, где все первокурсники, вот был в жюри. Поэтому тут как судить, есть ли у меня опыт или нет, это да, ну как, не то, что я формат «Студвестный» прекрасно знаю, потому что, ну, в свое время я посещал практически все концерты, когда некоторые года даже мой пропущенный концерт по каким-то причинам был не зачет. Вот. И что могу сказать по этому поводу? Я безумно рад и очень рад по поводу скидки, что были, на мой взгляд, абсолютно новые люди. То есть не было, это по всем командам, не было, я не увидел, скажем так, людей, которых я знаю, которые были на сцене, которых там близко. Обычно там же на «Студвестный» приходишь посмотреть на своих знакомых, друзей, которые там помогали, там, результаты их творчества. И я остался очень рад от увиденного, вот, несмотря на то, что какие-то сложности, какие-то недочеты, что ребята горят, и они это сделали. И никто им, ну, помогали, конечно, но фактически они это сделали сами. Поэтому по поводу скидки, да, конечно, это, для меня это были те же самые первокурсники, и я их оценивал как первокурсников всех. То есть, что два года, то есть люди, которые пришли, они не виделись тут весны вообще, они не присутствовали на концерте. И как они могут играть, скажем так, не знаю вообще, что происходит. Во что они играют? Потому что смотреть видео-то не то, мы все прекрасно понимаем. И вот, да, я на это, конечно, делал скидку, воспринимал себя как концерт, ну, парасков, ну, с такой большой любовью. То есть не был очень критичным к некоторым вопросам. Не, ну, мне очень понравилось, что даже несмотря на то, что это все в основном первокурсники, второкурсники, кто ни разу не играл, все равно есть какое-то достаточное количество индивидуально сильных персонажей, которые, если вот сейчас на студосине на концертах стрельнут, смогут тянуть команды дальше. Безусловно, безусловно, потому что, ребята, вот сейчас плавно поступаем, ну, приступаем к ФЭБе. Я знаю некоторых людей из ФЭБе, вот, из числа участников команды, то есть, знаете, у нас там проект NowTour есть, вот, ребята с нами ездили, то есть я видел, как они там, ну, относились к вопросам творчества, даже какие-то моменты там ребята спрашивали, обсуждали с ними. Вот, и вчера, если, ну, изначально, что я увидел, что, во-первых, есть команда, то есть они немножко научились администрированию, что команда не рассыпалась, то есть есть там некие, ну, лидеры, люди, которые пытались что-то поставить, есть люди, которые, ну, следили за тем, чтобы получилось, вот, вот, и в конечном итоге, вот, как там общая оценка, общий результат, да, действительно, они показали, что что-то могут. И обратно же. Я вчера спрашивал, там, и на обсуждении, до, и после того, есть ли тут свидетели студвесны. Мне сказали, нет, там, нет ни единого человека, который студвесной видел живую, то есть максимум, это студенты третьего курса. Вот, это получается, которые в девятнадцатом году поступили. Поступили, да, они не видели, да. И они, получается, даже не застали, может быть, Стартфест застали в девятнадцатом году. Был, был, да. Вот, Стартфест застали, ну, он же Борезновый Паростки, и все. И все, да. Онлайн студвесну мы не берем в счет, вот. И поэтому то, что ребята вчера себя реализовали, им это было по кайфу, это действительно, я им благодарен, вот. Вот. Самое главное, что вот Феба, что сделал в концерт Феба вчера? Они, скажем так, открыли, ну, не перевернули страницу, скажем так, открыли новую книгу «Студвесны». Пусть это будет «Студоси», но благодаря им они сделали настолько, вот, как вот вчера говорили, душевный, легкий, ну, легкий концерт. Для меня он был душевный концерт, потому что ребята, не зная как, сделали его, вот, у них получилось, они получили от этого удовольствие. И, самое интересное, они дали уже какой-то гранепланочку для других команд. То есть, что другие команды построили, ага, вот там, вот там, вот что там на обсуждении, вот. И делали они это абсолютно с нуля, за это они огромнейшие молодцы, и вот ребятам, вот, просто за то, что они приходили, занимались и показали, ну, если критично сказать, хороший концерт Борезневых паровских, вот. Да, это вот респектно. Не, ну, справедливости ради, экономы на паровских обычно, ну, фаворы были всегда, они же там даже выиграли, по-моему. Ну, вот уже при мне, я помню, точно раз выиграли, раз в тройку попали, ну, прямо эта тема у них получалась. Да, ну, история, ну, если с историей ФЭО, сейчас не забывай, что у нас получается две команды, факультеты, раньше-то был факультет экономики и управления, потом тоже у них там факультеты делились. И, ну, мы, олдфаги, это помню, как один факультет, там, ФТМЛ и ФЭО. ФЭБА, да. Да, скажем так, до 2000, по-моему, 10-го, не 10-го, даже 6-го года у ФЭО был один из лидеров. Там был такой капитан Шпаков, вот, Валентин, он сейчас где-то на телевидении там снимает ролики, вот. Я помню и Валентин Шпаков, там, Бергер, вот, Дима Раскатов, вот, то есть это была сильнейшая команда. Вот, а потом, да, действительно, что ФЭБА, ну, они же экономисты, я объединю, они, ну, пасли задние ряды, то есть все время разыграли, это будет либо последнее, либо предпоследнее место. Нет, но сейчас они поделились, если еще вот до карантина, они же уже были поделены до карантина, и там, и шо-то экономы, шо-то экономы, все называли, то сейчас там уже люди обновились, молодые, там уже обижаются. Одни экономы, ФТМЛ, мы логисты, мы не экономы больше. Согласен, это будет сейчас, да, две абсолютные команды, просто мы сейчас немножко, ну, в историю углубились, с кем сравнить, потому что ФТМЛ надо же тоже будет с кем-то сравнить с предыдущими командами, но это абсолютно новая команда, потому что у ФЭБы, ну, насколько мне известно, может, ты мне подскажешь, из стариков, ФЭБовским, им практически, ну, никто не помогал, вот, насколько я знаю. Никто, никто, насколько я тоже знаю. Вот, то есть, ребята, как бы, все свои знания какие-то там и умения применили, и у них это, да, реально получилось. Ну, это классно, когда ты интуитивно можешь там написать концерт, я интуитивно шутки пишу, то есть, нет такого, что я прям пошел, всю теорию выучил и сел писать, я как-то там увидел, там увидел, но в голове все аккумулировалось, и начинаешь выдавать. Вот точно так же со студвесной. А шо по залу было, как? Ой, зал, хочется, конечно, что-то сделать, зал, ну, благодарность деканату ихнему, который пришел на концерт, потому что ребята увидели там своих преподавателей, там своих там деканов, вот, которые тоже активно их лопали, там сидели снизу, но мне понравилось, что они пришли поддержать своих, но сейчас надо, как сказать, возрождать эти традиции студвесной. Просто я понимаю карантин, там, ограничения по коронавирусу, но поверьте, в общежитиях тоже очень много людей, даже с других факультетов, которые могли бы прийти бы посмотреть, потому что творчество надо у нас, к сожалению, все ушли там в сети, там, не знаю, но вот надо помимо любви к творчеству воспитывать у людей там эти командные единения, то есть мы там с одного факультета, придите, поддержите нас, то есть на этом будет и основа, то есть не замыкаться в каком-то собственном мире или смотреть онлайн. Онлайн никогда не передаст, онлайн-трансляция не передаст чувства эмоций, даже вчера сколько человек, 50, наверное, было вместе с членами жюри, и то, это было эмоционально, это было весело, какие-то вещи, которые заходили в зал или не заходили в зал, вот, и я надеюсь, то, что назидание будущим команд, и команды, может быть, они словили эту чуйку, но вот командам будущим будет легче выступать, если придут там родители их не вакцинированные. То, что есть, то есть. Знакомые, знакомые знакомых там, я помню просто свой первый там концерт в 2000 году, когда там с моей бывшей работы приехали, мой папа приехал там, вот, ну, я, ну, просто хотел там, типа, придите, посмотрите на меня, на самом деле мне нужна была поддержка. Не, у меня родители, мои родители фактически на все концерты в студии с ним приезжали, чтобы поддержать. Не, ну, справедливости ради, да, тяжело выступать на полупустые-пустые залы, просто вот у меня вчера была Лига Смеха, там зал на 500 человек, ну, дай бог, чтобы 100 их было в зале всего, ну, тяжко раскачивался концерт, там первые еще неуверенно так пошли, потому что мало реакции совсем и ближе к концу только выровнялось. Тут я представляю, а тут полутора тысяч, в три раза больше зал. Я думаю, тут в орг-моментах надо, конечно, чтобы команды, вот, ТОС и творчие объединения студентов прорабатывали со своими, там, студрадами или правкомами этот момент, потому что, ну, что сидеть вечером, возьми, там, людей, выцепи, там, своих, там, пойдите, скажите, это, ну, это проблема студентская, потому что, да, администрация тоже, насколько мне известно, там, ну, по своей, там, админлинии что-то могла сделала, вот, но даже несмотря на ограничения, студенты могли что-то придумать и привезти своих людей. Я надеюсь, что, ну, следующая команда не так и поступит, им будет легче выступать. Все, друзья, хотелось бы обратиться к командам, которые не участвуют в студосени, ваших, вас целых пять. Ходите на концерты, поддержите своих, все равно же в апреле возвращаться в эту всю движуху, так вот вдохновитесь. Ну, что тогда, идем по концерту? Да, первая часть. Первая часть, есть такая. Первая часть интересная. Я вчера узнал, что это была, да, действительно авторская работа. Ну, я, конечно, не сценарист и не режиссер, но при этом, ну, некие замечания, что бы я унес. Просто вот действия проходят в 61-м году. Я вчера даже сам себя, и Даша со мной с меня посмеялась, я говорю, ну, если это 61-й год, там же можно было что-то про Гагарина, это же мировое событие было. Ну, там, не знаю, действия в кафе, там, 12 апреля, к примеру, ну, чуть перенесите, там, у них там в июне начинается, по-моему, все действия. Перенесите, там, вот, там, первый человек в космосе. Ну, это тоже была бы какая-то, ну, эмоциональная штучка, ну, еще ближе к нашей авиации. Не, ну, они когда ко мне приходили, рассказывали, про что будет первая часть, ну, чтобы дать им советы, я им говорил, наполняйте деталями, но я им больше на визуал накидывал. Если это американское кафе, найдите, там, были диваны у них в итоге? Диваны. Ну, там такие диванчики, как кафешка. Да, кафешки. Все, супер. Столы, столы, нет, да, два диванчика здесь, столы, да. Все, супер, очень приятно, что команды прислушиваются. И дальше, ну, по самому, по самой истории. История могла бы быть интересной. Да, она была интересной, но в некоторых местах, вот, ну, я в общем скажу, что был очень растянут пространственным временной континиум. То есть мы перескакиваем из, сначала через 16, через 14 лет действия. Да, через 16 лет, 77-й год. Вот, а потом там в конце действия переходит 2004-й год, да? Ну, по-моему, даже позже, что-то, 13-й год они рассказывали, да. А, 13-й год, то есть около 50 лет. Тут суть не о том, что, ну, короче, люди остались одни и те же. Если изначально история, ну, вот, история любви начинается. Да, я там тоже пытался обратно. Я не хочу критиковать это, ну, чтобы вот, как и вчера члены жюри на обсуждении говорили, это как бы, ну, назидание другим командам, чтобы, ну, оно было, ну, лучше и красивее. Вот, по поводу, первое, по поводу выборов актера, Майкл, который был, там, главным актером, мне парнишка, ну, он сам по себе там что-то, ну, там старался, делал, но, как по мне, он просто, ну, прочитывал текст. Вот, то есть он, в отличие вот от Милены, которая была главной героиней, наша Милена, студентка, вот, она более эмоционально пыталась, извиняюсь, на себе все держала, более эмоционально пыталась это сделать, он просто, как по мне, да, 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 то есть, как вчера сказали на обсуждении, даже, по-моему, что это антигерой-любовник, анти-плейболь, скажем так, вот, то есть мачо, в который там можно было влюбиться, он не показал, то есть какой-то больше негативный персонаж, потому что, да, в данном случае герой Димы, он мне больше понравился. Дальше, по самим событиям, мне понравились детали, когда вначале были, они отобразили одежду в 60-х годов, то есть вот эти широкие юпочки американские, говорю, еще повязочки бы добавили, вообще было там... Да, это красный спереди завязан, да, 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 да. Вот как вот в фильме студяги, ему не нужна американская жена. Также, когда люди сидели, общались в кафе, ты не смотрел видео, да? Не-не-не, очень жаль, там, когда вот на... Ну, люди на заднем плане, там, бармен, где вот все действие проходило, как бы там посетители кафе, очень хорошо ребята обыгрывали, мне очень понравилось, то есть какая-то атмосфера вот 61-го года была, там, типа, они там пьют, там, типа, чай, кофе, там, все, бармен, то есть там общается между собой, ну, очень душевно. Уже мои советы были. Да, это очень было душевненько, то есть в деталях это замечалось, это было классно. Вот, но потом, когда мы перебросились в 77-й год, я больше не по актерочке, а по технической части. Да, конечно. То, что, как бы, я сам больше технарий, поэтому... Обратно ничего не поменялось в обстановке, то есть, как по мне, элементарно смените картинку на экране, это же техническая возможность такая была, немножко там со старти, там, немного, ну, другую картинку поставьте, там, стулья где-то на картинке перемещены, для этого даже не надо декорации делать. Вот, и то же самое, что, может быть, они хотели сказать, что ничего не изменилось за это время, но все равно за такой промежуток времени, за первые 16 лет, там, даже, ну, столы там в других местах стоят, все. И через 16 лет я обратил внимание, да, может быть, они с одеждой хотели, ребята, что-то угадать, девочка, а-ля хиппи в джинсах вышла, то есть, вот, в клешах, вот. Но, а в других деталях ничего не было показано. Хотя можно было какую-то, этот, рубашку с этими большими воротниками, а-ля, там, как раз, это же время битники, Битлз как раз было, вот, что вот, уже время, давно уже после Элвиса Пресли. То есть, тоже в элементах одежды там можно было обыграть и передать атмосферу этого времени. Дальше, я, да, изначально обратил внимание на этот плакат «Негром ход запрещен» или «Черным ход запрещен», вот. И потом, когда героиня Милены в 77-м году там срывает плакат, все, в этом доме не будет, ну, к чему это? То есть, мы тему расизма хотели закрыть, но ее надо было раньше поднять, то есть, еще в 61-м году, что там, к примеру, какой-то темнокожий парень заходит, а ему там указывают на дверь, что у нас вот, типа, запрещено. А так, ну, резкий там переход, вот, запрещено, все, вот, я, вернее, я уже, я снимаю этот плакат, все, у нас этого не будет. Ну, не, ну, справедливости ради, как ход, то, что они там берут исторические события реальные, пытаются их перенести, обратить внимание, вот такими мелочами, если знаешь, это было бы в проброс, а не акцентированное, это было бы очень классно. Да, но при этом, над это было, ну, какую-то маленькую ставить, это вот во время 61-го года. Ну, да. То есть, зритель, может быть, этого не понял, потому что я вот только из-за плаката, то, что он ближе всего висел, ну, если бы по технике, я бы его тоже к двери бы повесил, но я так понимаю, что его повесили, чтобы люди прочитали. Да, 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 да. Вот, это мы, да, по поводу вот этого события потом, и что еще из деталей из-за этих событий, я вот что-то хотел сейчас вот где-то отметить у себя, я, кстати, по первой части, где он, ну, написал, а Майка, ну, да, работа с микрофоном Майка, черный вход заборонен, да, вот. А, да, по поводу, тот вчера тоже из ребят заметил, что когда хозяин кафе в 61-м году, мол, неплохо, я там, возможно, там, скоро уйду на покой и передам тебе, проходит 16 лет, то есть хозяин кафе 16 лет болит, понимаешь, вот, через 16 лет он, типа, там, умер, там, ну, как бы, сколько лет прошло, и, как бы, он, ну, здравий, и все, как бы, ну, это целое поколение, уже дети могли уже родиться. Ну, да, 16 лет это, да. Ну, то есть, ну, тоже какой-то моментик. Дальше переходим мы в 2013 год, вот, и что мы видим? Мы видим кафе 61-го года, то есть мы видим людей 61-го года. Да, да, вчера тоже на обсуждении коллеги говорили, и я тоже говорил, что, да, действительно, ну, оденьте как-то, там, одежду смените, подстарьте людей, там, извините, если ей даже было тогда, когда она работала в кафе в 61-м году, если ей было 16 лет, это в 14-м, сколько же лет было, под 70 уже? Ну, ну, сколько, плюс, 53 года. 53 года. И 16. Ну, под 70-60, возле 68 лет получается, то есть люди как-то могли бы тоже даже в движениях, а так они, хе-хе, такие живчики, блин, прыгают. Экология хорошая. Да, американская мечта. Обратно мне понравилась, очень мы с Сашей Пушкиной смеялись, это парень-бармен, это уже действие, когда проходило в 2013-м году, как они когда наблюдали вместе с девушкой-официанткой за действием вот этой, скажем, мизансцены, этой ссоры, он так, ну, вот, хорошо сыграл, а потом, говорит, ты симпровизировал, у него спрашивал, он говорит, да, потому что он так сидел, ну, как бы сочувствовал, так натурально получилось. Вот, действительно, вот из-за этих деталей мне вот, несмотря-то на растянутость, несмотря, скажем так, где-то на нескладки сюжета, вот, именно по отыгрыванию роли второго плана, вот, ребят, которые, вот, массовочки, вот, ну, отличные декорации получились, то есть, ребята оживили это все, потому что, если бы, ну, играло бы два человека или просто, ну, другие люди бы просто сидели, изображали, были, ну, было бы не то, но вот из-за ребят, которые, обыгрывали это все, ну, ну, такой букет прекрасный получился. Ну, по актерам, да, конечно, вот, Милена, как актриса, да, пыталась, вытягивала, вот, она же была постановщик, но, действительно, тяжело быть и постановщиком, как вчера Саша Пушкин сказал, надо смотреть за этим, ну, со стороны. Ну, конечно. Вот, и поэтому она пыталась играть то, что, ну, в принципе, она там поставила, придумала, но надо, я думаю, что разделять. Не, ну, у нас в умов была практика, что мы поставить режиссера, мы звали кого-то из старших, там, условно, последний раз Юля Тимошенко к нам приходила, ну, Юля много раз приходила, там, Катя Маяковская, то есть всегда приходил человек, который смотрел со стороны, ставил, чтобы оно лучше выглядело. Вот, но я думаю, даже по первой части у ребят, во всяком случае, они это сделали, они это сделали первым, они это сделали, потому что они не знали, как это делать, потому что они видели только на видео, что это первая часть вообще, ну, то есть первая студвесна в этом поколении, как, что, ну, на словах, и за это им благодарность, потому что это не было плохо. Ну, это великолепно. Как сейчас оценивается первая часть? Оценка общая или там разделена когда-то? Общая оценка. Общая оценка, да, общая оценка первой части. Ну, получается, в общем первой части ты доволен? Если делать скидку на то, что ребята как бы первый раз, я даю им доволен. Да, все, сколько по времени вышло? Ну, полчаса было. Больше, чем полчаса, по-моему, да, где-то около, может, я на таймер не смотрел, по-моему, около 35 минут. Да, ее можно было сократить в некоторых местах, вот, либо чем-то разбавить, вот. Не, но все равно, как для первой части на студвесне 35 минут, по-моему, нормально, где-то все в среднем так и делали, чуть больше, чуть меньше. Ну, идеально, конечно, это полупара, 45 минут, но для этого надо, как говорится, мощные постановки. Ну, я думаю, ребят, будет большое, ну, в дальнейшем они не перегорят, они учтут, потому что вчера даже на обсуждении они внимательно слушали. Никто там не плакал, никто там не оправдывал, они слушали, потому что это им было интересно, как же. Значит, они будут готовиться на весну, 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 на апрель. И я думаю, что они все это учтут, и в них в следующий раз получится с первой частью, как оно было. В целом, молодцы. Все, супер. Переходим ко второй, моей любимой, то, что я умею. Вторая часть. Да, мы с тобой до интервью обсуждали про спонсоров, для меня это не молажный эффект, а спект, скажем так. И ребята забыли объявить спонсоров. Вот это да. Ну, это обратно, мы сделаем на эту скидку, потому что они не знали, никто не сказал. На видео антракты никто не снимает, разоревы никакие на видео не попадают. То есть, поэтому, да, для этого нужно время, скажем так, чтобы либо отдельный номер записать. Вот, ну, я думаю, что действительно им никто не сказал, что это хотя бы надо там выйти, там, почитать, там, либо как-то обыграть. Вот, ну, я думаю, в будущем это все будет применимо. Я только сейчас подумал, мы же обычно мы объявляли спонсоров и в антракте, когда там... И в антракте, либо первый номер во второй части. И номер, да, мы делали во второй части, у нас был когда-то, что в образе, батюшка выходил, там, молитвы читали спонсорам, очень смешные у нас были. Вот, и видео там сколько раз было, да, ну, я думаю, это все придет с опытом, и у ребят все получится. Так, и сейчас, я сейчас, на секундочку, ага. Вторая часть, вторая часть у нас, Майкл, где у нас там переход? Танец, а, конферанс, конферанс, начнем с конферанса. Идея сама о подаче конферанса была отличнейшая у ребят. Когда она, ну, проявляла фотографии, представляла каждый номер фотографии, классная идея. Но девочке, ну, я, как вот, надо, чтобы с ней кто-то поработал, чтобы это все вот представлять. А, правильно, у них там общая тема, смена поколений была. Да, да, и можно было, вот они показывали после того, как проходил номер, вот фотографии они показали после хореографической постановки. Ну, и в дальнейшем тоже они могли это показывать, то есть фотография и потом вот эту фотографию. То есть идея, как конферанса, вот с этими номерами, вот с подводочкой, ну, было, ну, на мой взгляд, было очень просто великолепно. А в этой замечательной девочке надо, ну, просто надо, чтобы был кто-то с ней поработал. И сцена часы. Да, вот. Первый номер у нас был хореографическая постановка. Двое молодых людей. Прекрасный танец. Тоже вчера обсуждали. Ну, ребята, видно, занимались, но, может, где-то там тренировались, не дотренировались, но это было настолько душевно, настолько красиво. То есть захотелось снова весны. Я был на студосине, я был на студенческой, ну, вот, весна. Либо в Баронске, либо студенческая весна. И ребята просто с такими улыбками танцевали, с такой душой, вот. Вот. И веселый, скажем так, каким-то элементом, он несколько раз там ее там крутил, там, делал какие-то вещи. Вот. То есть благодаря общему душевному состоянию мне танец понравился. Потому что это было не напряжно, это было, ну, не одинаковое телодвижение. То есть это была тема, вот. Тема, там, скажем так, веселой любви с хэппи-эндом, когда, типа, тебе или ко мне, она его к себе забирает. Молодой парень, естественно, счастлив. Ну, и ребята тоже, они довольно-таки эстетически красивые ребята, стройные, когда, то есть, там, рок-н-ролл. Да, можно было немножко, там, драйва еще подать в каких-то моментах, но, в целом... А как, а в зале холодно было или... Ну, я в курточке был, я бы не сказал бы, что холодно было. В принципе, можно приходить на концерт. Не, ну, просто на визитке прям холодно было. Ну, давай так, сделаем скидку. Ребята, чтобы танцевали не в курточках, там же... Нет. Ну, вот, да. Вот, ну, не молодцы, что они показали, не показали весну. И у всех пробудилось, ну, то есть, начало вот второй части, ну, вселяло какой-то оптимизм. Ну, получается, по танцу галочка. Галочка, да, зачет. Это круто, это круто. Потом у нас был вокальный... вокальный... вокальная постановка, да? Вокальная. Это... я... они мне рассказывали, у них там был номер Папури, где они несколько песен... Блин, я за Папури завтыкал. Ой, самое главное. Папури. Вторая часть началась с Папури, с великолепного... А, началась с Папури. Да, потому что я почему? Оно было неоценимо. Они не оценили Папури. Они не оценили Папури. Непонятно почему. Это было настолько классно. Вчера на обсуждении все члены жюри единогласно сказали, ну, ребята, почему вы не поставили в концерт? Это был великолепный номер. Девушки выходят, поют, скажем так, в акапеллу там несколько голосов. И не знаю, да, там немножко можно было там дотренироваться, но это клево выглядело. Вот. Другая девушка играла на синтезаторе. Кто-то еще в этом жюри сказал, надо было бы добавить еще музыки. Как по мне, вот именно эта тема была классная, что мы слышали, если были бы еще другие музыкальные инструменты, они, наверное, бы заглушили эти голоса. Но девочки пели разными голосами, то есть именно тоже поколение, из поколения в поколение там переходили. Вот. Блин, номер бомбезный получился. Я бы его, конечно, бы оценивал бы и ставил бы, ну, это было бы зачетно. Вот. И если там на гала-концерт, там у нас будут выбирать номера, там я бы... По-моему, мне Андрей говорил, что будет прям Джокер, что будут писать еще номер. Вот. Ну, если будет такая ситуация, что показать просто вот... Папури. Папури, это вот что из прекрасного, вот у команды Феба действительно папури. Не, ну, на самом деле, хотелось бы дать совет командам. Зовите кого-то из старших, показывайте все номера. Приходите показываться со всеми номерами, чтобы можно было сделать сразу выводы, что оценивать, что нет. Потому что уже не одна команда так обжигалась, оценивая не те номера. Даже его тоже музыкалочкой можно было ставить. Вот. Поэтому Папури, это мне понравился, это был классный, замечательный номер. И его где-то даже как фишку Феба сделать, не знаю, вот следующие студвестные будут. Другие песни включить, но вот в том же составе, где-то под эту же тему, перфектно. Фаб когда-то славился своим Папури очень-очень много лет. То есть каждый концерт они давали. Ну вот, может быть, Феба воссоздаст, и что-то у них получится. Да, за Папури это отдельное спасибо. Вот. Хореографический метод. Потом по столу не стучать. У нас... У них там, по-моему, еще была просто песня, стем. Вокально, вокальный номер. Две девчонки. Песня Король и Шут. Да. Рядом сидел Пушкин. Ну, это песня наших годов. То есть с Пушкиным в свое время, да. У меня тоже когда-то были длинные волосы. Вот не поверите. Да, мне было интересно, что же они покажут. То есть ребята, которые не имеют представления. Может быть, это же олд, олд, олд. Я не знаю, родители их не слушали, эти песни. Это просто вот, понимаешь, чем загвоздка? Вот есть ТикТок. Там очень часто старая музыка, знаешь, как находят второе дыхание среди вот молодежи, которые слушают, о, классная песня. И это с Дашей мы обсуждали. Она говорит, визитка. Почему я на визитке увидела там несколько песен Цоя, Сердючку, старые какие-то темы задевают. А где вот эти новые молодежные? Что вроде, как казалось, молодые люди не шутят на молодые темы, а все равно выходят в старые. А тут, понимаешь, им же ТикТоки, вот эта вся штука подсовывает. Это тоже им нравится. Ну, вот эта песня непосредственно очень зашла. Рядом сидел Александр. Нет, через Бульду сидел Александр. И говорит, они должны залезть на стол. Вот. То есть он этого ждал. А действительно девочки передали атмосферу этой песни. Девочек голос есть. Они передали, они пели. Они не отрабатывали, они пели. И потом, когда они еще после стола начали драться на мячах, когда они мячи взяли, эти тяжеленные, блин, это было классно. Ну, вот. Мне, ну, по моментам, если критику, скажем так, взять, можно было доработать, переработать. Но обратно мы делаем вскидку, что это первая команда. Это новость студ весны. Студ осени, студ весны, которые еще ничего не знают. Ну, как бы паруски, паруски, вот. И поэтому в плане идеи номера, постановки номера и передачи душевности. Вот о чем тоже концерты студ весны. То есть мы делаем просто программу, да, вот отработали, там где-то заставили. Или мы передаем свои эмоции. Вот они передали эмоции. Вот, да, передать эмоции, это всегда круто. Вот. И у них это получилось. И аплодировали. Александр Аручинян-Пушкин был счастлив. Все мы были счастливы, мы это увидели. Тем более, кстати, за фон, который был сзади, тоже замок, все. Вот девчонки только вот тоже. Одна, получается, черная, в черной одежде блондинка. Вторая, более светлая девочка, но в черной одежде. Вот. То есть они тоже как бы белый и черный там себе записал. Как бы, не знаю, добро со злом там борется или что-то в этом роде. Ну, идея была как бы передана, да, понятная. Прикинь, они даже не закладывали, наверное, этот смысл. Просто оделись красиво. Тут еще смысл. Да, но девушка-блондинка была одета в черной, типа, ну, там, коварная леди. Надо еще, там, губы были красными, яркой помадой. А светленькая девушка в черную одежду была. Да, да, да. Ну, ты меня понял. Да, да, да. Вот, поэтому записываю. Потом у нас был, ой, боже, гумористичный номер. Стэм был у них? Да. Или что-то другое показали? Нет, гумористичный. Ну, они так его записали, да? Да, сейчас я вспомню. О, статчо. Интрига у нас. Интрига у нас. Гумористичный номер, да. А, это... Это у меня черновичок. Это черновичок оценочного. Я в него смотреть не буду, друзья. Не пишите, не звоните. Вот. Гумористичный номер. Это было самое большое разочарование, как по мне, в концерте Феба. Вот. Потому что так все хорошо начиналось в папури. Это продолжилось легким танцем. Это было... Две девчонки, которые спели эту прекрасную песню, эмоции передали. И потом гумористичный номер. Так это даже не был гумористичный номер. Вот тут даже не сделаю скидку. Потому что... И как вчера Даша сказала. Да, даже и по себе. Ребята ж каждый день смотрят там Лигу смеха. Не знаю. КВН. Участвуют там в каких-то мероприятиях. Там ходят куда-то. Но можно же было взять там с десяток шуток, набросать и сделать с этого гумористичный номер. Потому что я сути до конца вот не понял. То есть это один номер был объединен или набор шуток. Потому что лихичка, которая там на вокзале, там что-то шарики метела. Вертелы потом мальчика глупого нашла. Ну, в чем шутка, вот не было понятно. Потом мы, главное, перемещаемся на Борщеговку почему-то. И тут с Борщеговки мы на НАУ. И включаем там типа простройки. К чему это все? Где вот линия суть? Линия суть драматургии. Ну, понимаешь, таких к этому тоже никто не учил. Ладно, там песни, танцы. Возможно, там всякие вокальные, музыкальные школы, танцевальные. Ну, с другим же получилось, понимаешь? Ну, с другим получилось. Ну, давай так. Ну, лично на моей памяти и я не вспомню. Ну, за то время, что я играл у экономов каких-то ультра сильных юмористических номеров. Ну, это не в обиду ребятам. Да просто раньше, вот же как, была же даже школа юморов, не сказать, что прям масштабная, но собирал. Серков, Зарбалиев, всех желающих рассказывали, что где как. И говорил ей на концертах паровсках, ребята, приходите, приходите, говорите, мы вас научим. Я ходил. Вот, социальный номер еще пропустил, да. Мы к нему вернемся. Ну, да. Ну, то есть, к тому, что если бы как-то собраться всеми командами, знаешь, позвать того же Диму. Я думаю, Дима не откажет, Дима всегда своим помогал. И, во всяком случае, вложит азы для вот этих номеров, что где и как. А кому интересно, я думаю, там где-то... Главное, знаешь, возможно, даже у ребят есть какое-то понимание, но оно не структурировано в их голове. Ну, вот хотел структуру, да, не азы, вот слово структуру. То есть, мне очень нравилось, даже это я впервые осознал эту штуку на примере университета, что когда я там пошел учиться на бакалаврат, на рекламу, мне какие-то рассказывают теорию. И я сижу и думаю, зачем вы мне это рассказываете, если это и так ежу, понятно. А потом я думаю, так, погодите, если бы мне это не проговорили, я бы это не сформулировал четко, чтобы потом доносить это кому-то дальше. Совершенно верно. Вот, поэтому тут даже не знаю, что обсуждать. Это, ну, провал, не провал. Ну, не из-за того, что мне не понравилось, а из-за того, что я не увидел суть конечную. Вот, я, ну, не то, что не смеялся, было, ну, непонятно, не смешно. И он в оценке стоял еще, да? А? И он оценивался. Да, он еще оценивался, да. Вот, то есть линия от вокзала на Борщаговку, нау, вот это, что я проследил. Вокзал, Борщаговка, нау. Вот, что дальше, увы. Ну, про такие номера говорят было и было. Было и было. Ну, я думаю, что ребята очень прислушаются, обратятся, когда они будут в следующий раз делать следующую студвестну. Не обязательно обратятся к старшим товарищам или коллегам, вот, чтобы им там посмотрели, пересмотрели или помогли. Да, пусть они, конечно, пишут свой материал. У них там свой материал, там, это все, это приветствует. Не то, что приветствует, это должно быть, вот, на студвестнах, но пусть они сделают. Вот, чтобы оно, общее впечатление концерта не портило. Ну, конечно, да, друзья, не ограничивайтесь стариками своего факультета. Есть много достойных ребят из других, кто чего-то добился, сценаристов много. Вот, ну, те же Дима, Зарба. Ну, Зарба, не знаю, как сейчас, со свободным временем. Диму вчера видел, Дима. Я просто тоже, я вчера видел Диму, у нас вчера был песок после Лиги Смеха, как Дима рассказывает. Я просто вспоминаю Диму когда-то, когда он был помоложе, когда ты мог прийти к нему на редактуру, и он тебе все вырезает без объяснения причин, и сейчас он там объясняет так, так, что надо. Ну, я думаю, что, да, я думаю, что если будут заинтересованы ребята, Дима с удовольствием как бы найдет время и выслушает, и подскажет, во всяком случае. И, зная Диму, ему тоже это интересно, он хочет, ну, он хочет, чтобы было классно. Поэтому обращайтесь с Димой, друзья. Ссылка в описании. Социальный номер. Конферанс подвел социальному номеру, чтобы будет грустно. Тема раскрыта. То есть тема, там, насилие над женщиной. Они раскрыли тему. Милка молодец. Она держала, ну, как и в первой части, она держала, да, действительно этот номер. Вот, и что мне понравилось, по технике он был очень организованный номер. То есть, ну, отрепетировали. То есть идея была от начала и до конца понятна. Единственное, что задний ряд, не зная, как даже это было бы, можно было бы играть, вот эти вот на мониторе, там, как бы, эти фразы были, просто их не было видно из-за людей. И вот тоже Светлана Юрьевна... А монитор стоял или выше был? Ну, получается, люди как раз перед монитором... А, то есть он на сцене стоял, его не поднимали. Да, 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 ну, как на открытии. И Светлана Юрьевна говорит, я хочу посмотреть, ну, про что там написано. И получается, что мы отвлекаемся вот на... Не видим, что на сцене и что там написано. Но тема социального номера раскрыта полностью. То есть насилие над женщинами. Вот, не на связь на то, что там женская команда. Ну, ребята в этом отношении молодцы. Написали, сделали хорошо, да. Вот, как бы, замечаний, кроме монитора, по социальному номеру нет. Вот даже не его репетировали. Ну, то есть, получается, это по номерам все или еще что-то у них было? Да, ну, и последний номер, как номер оригинального жанра. О, нож. Это сильно. Но, интересно получилось. Значит, изначально сама идея, как номер оригинального жанра, мне поздравилось, они показали логотип своей команды Феба. То есть мы команда. А, все, я помню, они мне там что-то рисовали. Да, да, да. Девочки, которые, ну, вышли танцевать, там, вынесли эту картину. По-моему, Даша обратила внимание, они, типа, ну, стояли задом к нам. Но обратно же, если бы они рисовали на картине, ну, делали какие-то действия, повернувши картину к зрителю, а сами стали, зритель бы не поверил, что они там делают. А так они, получается, показали, сделали это лого. Вот идея прекраснейшая была. Вот. И я ждал после того, как они сделают логику, ну, это лого, вот, конец этого действия. То есть, ну, какой-то там, не знаю, там, грандиозный танец, знаешь, там, вот, как вот по лестнице, там, на первое место вступаем. Там все, флаги там разворачиваются, Феба там, знаешь, там все машут, там, чичин. Ну, какой-то такой финал грандиозный. Вот. Пусть это, ну, номер оригинального жена, на мой взгляд, заключался в том, что, ребята, вот мы команда, мы, вот, там, у них там леса, да? Да, 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 да. Вот. А они сделали там лесу, вот, вот, мы молодцы. Да, это у них получилось. Ну, финалочки-то не было. Ну, еще что-то хочется, да. Грандиозного финала, что, вот, знаешь, фанфары там, все, там, Феба, Гагей, там, зеленый цвет, круто, классно. Вот. И самое интересное, что это было, оказалось, я у Ульды спрашиваю, это что же, финалка? Походу, да. То есть, мы же как привыкли, у нас есть номер оригинального жанра. А потом финальная песня, которая, как правило, не оценивается. То есть, после номера вообще ничего не было? Нет. И это был финал, вот. В этом же, в листе же это не было написано, было, был нож. Все, финальная песня. То есть, нож, они сделали, откланились, ушли? Да. Вот это, да, вот чуть-чуть. Потом, и получается, что мы уже собираемся выходить, там они на сцену, вот эти бегулечки. То есть, может быть, какой-то фальшфинал, я думал, должен быть быть. Это было каких-то команд студвесны, что типа, эгэгэ, и все, потом вращаемся. Да, знаешь, самую сочную, и кусочек срезали в конце. И вот песня, да, слога, тема слога понравилась. Ты сможешь по этому номеру, чтобы его надо было заключить, ну и финалку надо было отдельно сделать. Либо же это все слить в финал. Вот знаешь, там все, там команда собирается, рисуем, все. Для жюри немножко обозначить, там вот, что это финальная песня, чтобы мы им догадались. Мысль, мысль сказать какую-то, да и все. Ну, как сама идея мне очень понравилась. То есть, они показали командность. Вот. И, ну, вот то, что финалочки не было. А, вчера еще на обсуждении я пытался напеть эту песенку, которая была у команды ИДС. Ты, наверное, помнишь, что некоторое время команды ИДС почему-то все время первыми вытягивали, были у них первые концерты. Я учился в ИДС, аж семестр. Вот. И как там песня начиналась? И пускай мы первые, но все равно мы... И пускай мы первые, все равно мы клевые. И спасибо, судьба тебе, что мы выступаем первые. По-моему, так было, да? Вот. И я вчера хотел эту песню Фебе посвятить. Вот. И пускай мы первые, но все равно мы клевые. Да, действительно, они клевые. Все, получается, общее впечатление. Общее впечатление. Это, ну, немножко там, пару минут посвятим отдельно. Общее впечатление у меня было великолепное. Будем повторяться. Первое. То, что они это сделали, не ведая, о чем, что они делают вообще. Они этого не видели. В этом молодцы. То, что я увидел команду, это действительно... Действительно, это, ну, ребята показали, что они умеют работать в команде. То есть есть определенные лидеры в команде, которые, ну, тянут на себя. И в дальнейшем, если они будут идти по этой стезе и научатся распределять роли в команде, это будет результат. Это действительно будет результат. Ну, чтобы механизм, каждый знал, кто за что отвечает. Я не увидел вчера людей, которые тянут на себя что-либо там, типа, вот, я там, звезда, там, все, там, это, ну, расхождения не было. Просто вот как Милка, она и лидер тоже, и тут же сценарист, но я бы ей роли дал бы, как и Диме, вот, организаторов главных. Есть куча потенциально классных ребят, которые могут сыграть то, что они задумали себе. Вот, и я думаю, что благодаря антруажу, благодаря форме, благодаря... Ребята сумели открыть, возобновить этот фестиваль, вот, как сказать, подняли его из пепла. Потому что, ну, как бы ни относились студосени, если бы мы действительно делали ее весной, мы бы, наверное, вряд ли бы сделали ее весной следующей. Потому что уже многое было бы потеряно, вот, первый курс бы не узнал, и вот, спасибо, что сделали студосень. Вот, и ребята, скажем, ФЭБа, уже можно, знаешь, какое-то новое, ну, не новое поколение, вот, действительно, перевернуть страницу, что, ага, мы вот когда-то первые, мы возобновили студвесну. Потому что студвесна один раз не проводилась в каком-то, по-моему, 79-м году. И один раз она проводилась в марте месяце, это был, по-моему, 2001 год. Там это было связано с выборами администрации, я не помню там. Вот, остальные студвесны проходили четко и в сроке набирали людей. Вот, и сейчас они открыли, если будет когда-нибудь кто-нибудь сделает музей студвесны, с фотографиями, не знаю там где, там. Вот, они уже, как бы, записали себя в историю. 2021 мы первые, мы открыли новую эпоху, новое поколение. Это круто, это классно. Ну, смотри, финальный вопрос, мы с Дашей его придумали на прошлом подкасте. Будем задавать каждому члену жюри. Старик, что по студвесне? Ну, и торт, и не торт. Вот, все будет, все будет, все будет, да. Все будет, все зависит только от самих ребят. А мы им должны в этом помочь. Это правда. Друзья, Сергей Степура великолепный. Спасибо ему большое, спасибо тебе. Едьте в нау-тур, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok